Прямое включение Я видел ваши прямые включения, конечно, не все, но посмотрел некоторые выступления, в том числе с кандидатами, с Павлом Николаевичем Грудининым, с удовольствием послушал. Для меня было это важно и интересно. А сегодняшний день я провел в своем штабе и несколько часов в кругу семьи. День был волнительным для вас? Вы знаете, это чувство невозможно описать, потому что когда ты впервые избираешься, наверное, я думал, что я буду очень сильно волноваться, но у меня есть какое-то внутреннее спокойствие. У нас вопросы от журналистов. Я предоставляю слово Олегу Федорову. Спасибо большое. Олег Федоров, телеканал «Видное ТВ». Вы говорили о волнении во время избирательной кампании. Мне совсем недавно тоже приходилось это испытать. И пройдя через это, я знаю, что порой часто применяют различные технологии черного пиара. Для вас такой вопрос. Почему вы не использовали данные методы, какую-то критику не делали на своих оппонентов? И вообще, чем вы руководствовались? И вот я бы так назвал «тихие выборы». Это специально так делалось? Может быть, это и была та технология, которую я и моя команда, которые принимали непосредственное участие в выборах, и хотели продемонстрировать нашим избирателям. Вы говорите, что выборы были тихими. Я просто работал. И никогда не позволяю себе, и я могу это заявить даже с гордостью, о том, что я не критикую, а все-таки стараюсь предлагать новые решения. А то, что были достаточно интересные кандидаты на выборы главы Ленинского района, это делает, наверное, честь этим выборам. Ну и тогда, с вашего позволения, сразу второй вопрос. Вот мне кажется, что глава района должен работать в команде. Видите ли вы уже свою команду и какая это команда? Я могу сказать о том, что проработав почти что 4 месяца в Ленинском районе, в должности исполняющего обязанности главы Ленинского муниципального района, я очень много присматривался к людям. В том числе, в ближайшее время мы сформируем команду. Команду именно из жителей нашего района, которая будет работать на созидание. И такие люди уже есть. Олег Владимирович, если вы видели наше включение, мы знаем, что вы уже в курсе. У нас постоянно поступали звонки. Мы сейчас тоже принимаем звонки. И сейчас у нас на связи, мы разрешаем задавать вопросы сегодня не только журналистам, но и другим людям. Вот сейчас у нас на связи Мария Алексеевна Фатеева, депутат Совета депутатов Ленинского района. Добрый вечер. Добрый вечер. Надеюсь, прекрасный будет. Алло. Олег Владимирович. Да, да. У вас было такое непростое вхождение во власть в Ленинском районе, благодаря и мне тоже. Но за эти ваши 4 месяца работы вы себе зарекомендовали просто прекрасным работникам, прекрасным человеком. И, надеюсь, сегодняшний итог, который, ну, по крайней мере, я пока его еще не знаю, но вот по-нашему Молоково уже мне результаты известны. Там вы бескорный победитель. Думаю, что работа у нас дальше сложится прекрасно. Наш район, самый лучший район Подмосковья, это потому что мы здесь живем, потому что мы этот район любим. И, думаю, вы будете также с любовью относиться к жителям этого района, как вот эти 4 месяца вы показывали свою работу, вы были понимающим, вы человек, который принимает решения и выполняет. Желаю вам успехов. Спасибо, Мария Алексеевна. Я благодарю вас за такие прекрасные слова. И абсолютно уверен, что вместе с вами, как районным депутатом по Молоковской территории, мы будем работать в одной слаженной команде. У нас следующий вопрос от журналистов. Олег Владимирович, Татьяна Брулова, Видное ТВ. Если выборы состоятся в вашу пользу, какие будут первые шаги и насколько они будут жесткими и насколько заметными для жителей района? И еще второй вопрос. Можете сразу тогда, чтобы мне уже... Опять же, если выборы пройдут в вашу пользу, каким вы увидите взаимодействие с советом депутатов района? Ну, первое, я хотел бы сказать, что я не останавливал работу ни на один день. И даже позволив сегодня себе немножко отдохнуть и побыть вместе с семьей, конечно же, в большинстве своем я думал о том, что мы будем делать дальше. Вы знаете, что в ходе встреч с жителями, а это для меня самое важное, самое главное в моей работе, мы сформировали целый пакет уже мер, в том числе первоочередных мер, которые нам необходимо будет решать в нашей повседневной жизни. Основной мой лозунг – это чистота и порядок. Основные инструменты – это метла и лопата. Следовательно, мы должны, вот сейчас прибравшись в ходе субботников, мероприятий, направленных и посвященных Мечнику, чистоту, чистоты и благоустройства на территории нашего района, я думаю, что мы просто первоочередными мерами займемся поддерживать вот эту чистоту и порядок, высаживать новые зеленые насаждения. Это новые традиции, которые у нас зародились на территории нашего района. Безусловно, как я уже сказал, мы сформируем хорошую, новую, дееспособную команду. Формирование этой команды пройдет примерно в двухмесячный период. Безусловно, будут некие, вы говорите о жестких мерах, штатные мероприятия, без этого невозможно. Но, поверьте, на территории нашего района есть большое количество достойных людей, которые и сейчас работают во власти и продолжат работать во власти. В том числе пройдут некое обновление, которое позволит нам шагнуть еще более вперед. То, что касается взаимодействия с Советом депутатов, мне кажется, что за 4 месяца я постарался не просто получить, подтвердить доверие, которое они мне оказали 25 декабря, они оказали его авансом. Безусловно, меня абсолютно не зная. Многие из них сомневались, я это знаю, потому что лично разговаривал с ними. Но с каждым из них у меня сложились хорошие рабочие партнерские отношения. И я уверен, что они будут такие же на долгие годы, по крайней мере, на тот срок, насколько избран данный Совет депутатов. Олег Владимирович, у нас следующий телефонный звонок. И сейчас на телефонной линии Алексей Петрович Спаский, руководитель администрации Каширского муниципального района. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Олег Владимирович. Привет. Привет. Да, ну, наверное, правильно будет сказать Олег, хоть как бы фамильярно это не звучало. Но мы друзья. Какие результаты промежуточные? Если честно, я не знаю результатов. Я знаю, что мы победим. И я в этом абсолютно уверен. Ну, в этом все абсолютно уверены. Много знакомых сегодня звонил, видно, с них как бы... Ну, они говорят, что действительно как-то все так спокойно, все достаточно без каких-то расшатков. И поэтому, наверное, можно уже поздравить. Поздравляю. Спасибо, спасибо, Леша. Всего хорошего. Ну, и жду эсэмэску с результатами голосования. Обязательно пришлю. Много сегодня неожиданностей. Это для меня большая неожиданность. А у нас следующий вопрос от журналистов. Юлия Погасян, «Видное ТВ». Олег Владимирович, ну, глава района – это не только почетная должность, но и огромная ответственность. Вы готовы, вот вы осознаете, вы готовы возложить на себя такую ответственность перед собой, перед жителями Ленинского района, на себя возложить? Вы знаете, я, может быть, скажу немного пафосно. Я взял на себя уже эту ответственность 25 декабря, когда был назначен исполняющим обязанности главы Ленинского муниципального района. И я уверен, что я получу мандат доверия уже от жителей, не только от депутатов. И я продолжу в полную меру своих сил работать на благо всех жителей Ленинского района. Как бы это пафосно ни звучало. Я сегодня анонсировала, что в нашей пресс-конференции принимают участие районные СМИ, но есть еще и региональные. Слово нашему журналисту. Подмосковье сегодня. Олег Владимирович, как Вы оцениваете работу Вашего штаба? Какую оценку ей дали бы? И в этой связи считаете ли Вы находкой Вашего штаба, что в компании участвовало сначала три, потом, правда, осталось два хромовых? Или это находка все-таки Ваших оппонентов? Работу своего штаба я оценил бы на отлично. А если говорить о той технологии, которая была применена, она применялась не единожды на территории Московской области, она абсолютно не новая. Об этой технологии я знаю и проходил уже через это, не сам лично как кандидат, но мои знакомые через это проходили. Могу сказать, что это не было выбором моего штаба. Сейчас наши коллеги, газеты «Видновские вести». Олег Владимирович, приветствую. И предварительно хочу сказать, что мы очень за Вас болеем. Спасибо. Шашлов Юрий, «Видновские вести». Если я правильно понял, по Вашему настрою отпуск Вам предстоит не скоро. И все-таки, когда он, рано или поздно же он наступит, как Вы его проведете? Я, конечно, хотел бы пойти в отпуск и провести его со своей семьей, так как новогодние каникулы, я их лишил такой возможности, даже сдал путевки, они без меня никуда не поехали. И я надеюсь, что когда у сына будут летние каникулы, я все-таки проведу с ним хотя бы пару недель на море, на Черном море. Ну что ж, успехов Вам и удачи. Спасибо. А у нас еще один звонок. И сейчас на телефонной линии глава Домодедовского округа Леонид Павлович Ковалевский. Еще одна неожиданность. Здравствуйте, Вы в эфире. Здравствуйте. Прежде всего, хочу поздравить жителей Ленинского района с обещанием очень важного события. выбором главы Ленинского муниципального района. Я сегодня днем был в городе Визна, пребывал на избирательных участках, посмотрел, как шла избирательная кампания. Мне, честно, кажется, она очень понравилась. Она тихая, спокойная. И я очень рад, что никаких нарушений в ходе этой избирательной кампании не допущено. Конечно, мы все домодедовцы болеем за Олега Тромова, нашего воспитанника. И мы ничуть не сомневаемся, что он победит сегодня. Хочется пожелать ему и той команде, которая будет сформирована после выборов, конечно, успехов, прежде всего, чтобы... Я уверен, что Олег будет работать очень и очень добросовестно, так как он привыкет в Домодедово. И, безусловно, он станет родным для Ленинского района. И Ленинский район под любит точно так же, как наш городской округ Домодедово. Спасибо, Леонид Палыч. Олег Владимирович, у меня к вам тоже есть вопросы. Вот сегодня пять человек было в избирательном бюллетене. Скажите, глядя на итоги голосований, если вы побеждаете, и вы будете смотреть, что ближайший преследователь набрал достаточное количество голосов каким-то образом тех людей, за которых отдавали голоса жители Ленинского района, вы будете привлекать к общественной жизни Ленинского района? Если они пожелают проявить себя в общественной жизни, в наших общественных организациях, на территории района у нас их бесчисленное множество. Я не раз говорил о том, что наш район рекордсмен по количеству различных инициативных групп и общественных организаций. Поверьте, я это говорю не просто с иронией, я говорю это честно, потому что есть статистика. И если они захотят работать конструктивно с властью, то пожалуйста. У нас сегодня такая традиция образовалась, каждый кандидат, который приходил, обращался к своему избирателю. У вас есть какие-то пожелания и слова, которые бы вы хотели сказать тем людям, которые отдали свой голос за вас? Конечно. Я хотел бы поблагодарить всех жителей района и кто пришел и нашел возможность прийти на избирательные участки и отдать голос за того или иного кандидата. Вы знаете, может быть, я могу себе это позволить, но я хотел бы сказать спасибо и тем, кто отдал голос за меня, и кто отдал свой голос за соперников, и те, кто даже не пришел на избирательные участки. Их, к сожалению, оказалось большинство. Но это тенденции сегодняшних избирательных кампаний, когда порог явки сегодня не имеет значения, и выборы признаются состоявшимся при любой явке. И вот та явка, которая у нас около 15% сейчас предварительно существует, это отвечает требованиям сегодняшнего времени. Но я хотел бы сказать всем жителям района огновные слова благодарности, еще раз повторюсь даже тем, кто не пришел на избирательные участки. И я готов работать с каждым из них, независимо за кого они отдали свой голос, на созидание и процветание нашего района. Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в пресс-центре был кандидат на пост главы Ленинского муниципального района Олег Владимирович Хромов. Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня принял участие в выборах, либо голосуя, либо находясь на избирательных участках, как на своих рабочих местах. Я хочу поблагодарить телезрителей, которые были весь день с телеканалом «Видное ТВ». И напомнить, что результаты выборов вы можете увидеть на телеканале во вторник и, соответственно, в районной газете «Виданские вести». Ну а теперь мы прощаемся. Всего доброго всем. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok